OBD2 код неисправности техническое описание, неправильный показатель, не отрегулирован соленоид от турбокомпрессора, что это обозначает? Этот общий код неисправности силовой передачи, двигателя, как правило, применяется к двигателям с турбонаддувом и наддувом, включая, помимо прочего, определенные автомобили Ford, Mercedes и Subaru. Модуль управления силовой трансмиссией PSM управляет давлением наддува в бензиновом или дизельном двигателе, управляя выходной цепью электромагнитного клапана регулирования давления наддува, наддува и квот. Каждый раз, когда возникает проблема с общим диапазоном наддува или характеристиками, относящимися к двигателю, которые иначе нельзя отнести к другим сбоям цепи, PSM установит код P0244, этот код может быть неисправностью электрической цепи или механической неисправностью двигателя, в зависимости от неисправности. Действия по поиску и устранению неисправностей могут различаться в зависимости от производителя, типа регулятора давления наддува, наддува и цвета провода управляющего соленоида, симптомы, симптомы кода двигателя P0244 могут включать в себя, световой индикатор неисправности включен, сообщение кластера приборов, предупреждающие водителя о состоянии, отсутствие власти, причины, потенциальные причины установки этого кода, обрыв в цепи управления, цепь заземления, между электромагнитным клапаном о регулировании давления наддува, наддува и RSM, обрыв в цепи электропитания между соленоидом о регулировании давления наддува, давления наддува и RSM, короткое замыкание на массу в цепи электропитания соленоида о регулировании давления наддува, наддува, короткое замыкание на источник питания в цепи питания к электромагнитному клапану о регулировании давления наддува, наддува, неисправен электромагнитный клапан контроля наддува, давление наддува и возможно, ПСМ вышел из строя очень маловероятно, диагностические и ремонтные процедуры, хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания, ТСБ, для вашего конкретного автомобиля, ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики. Затем найдите электромагнитный клапан управления перепускной заслонкой, наддувом, а, на вашем автомобиле, после обнаружения визуально осмотрите разъемы и проводку, ищите царапины, протирку, оголенные провода, ожоги или расплавленный пластик, разъедините разъемы и тщательно осмотрите клеммы, металлические детали, внутри разъемов, посмотрите, выглядят ли они сгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию, используйте очиститель электрических контактов и пластиковую щетиную щетку, если требуется очистка клемм. Дайте высохнуть и нанесите электрическую смазку в месте контакта клемм наиболее распространенный сбой происходит из-за проблем с электрическим, вакуумным соединением. Если у вас есть диагностический прибор, удалите диагностические коды неисправности из памяти и посмотрите, вернется ли П0244, если это не так, то, скорее всего, ваши проблемы связаны с соединениями. Если код возвращается, нам нужно проверить соленоид и связанные с ним цепи, как правило, в электромагнитном клапане регулирования давления на перепускной линии наддува имеется два провода, сначала отсоедините жгут, идущий к электромагнитному клапану регулирования давления наддува. Наддува, с помощью цифрового вольтметра, DVO-M подключите один вывод измерителя к одному контакту соленоида, подсоедините оставшийся провод счетчика к другой клемме соленоида, он не должен быть открытым или замкнутым, проверьте характеристики сопротивления для вашего конкретного автомобиля, если соленоид открыт или замкнут, бесконечное сопротивление или отсутствие сопротивления, 0 омов, замените соленоид. Если этот тест пройден с помощью DVO-M, убедитесь, что в цепи питания электромагнитного клапана управления перепускной заслонкой, наддува имеется напряжение 12 вольт, красный провод к цепи питания соленоида, черный провод к хорошему заземлению, убедитесь, что зажигание включено, если на электромагнитном клапане нет 12 вольт или если 12 вольт при выключенном зажигании, отремонтируйте проводку от RSM или реле к соленоиду или, возможно, неисправный RSM. Если все в порядке, убедитесь, что у вас есть надежное заземление на соленоиде регулятора давления наддува, наддува, подключите контрольную лампу к положительному полюсу аккумуляторной батареи 12 вольт, красная клемма, и прикоснитесь другим концом контрольной лампы к цепи заземления, идущей к заземлению цепи соленоида регулятора давления наддува, наддува, используя диагностический прибор для приведения в действие соленоида управления перепускным клапаном, давлением наддува, проверьте, включается ли контрольная лампа каждый раз, когда диагностический прибор активирует соленоид, если контрольная лампа не загорается, это указывает на неисправность цепи, если он загорается, покачивайте жгут проводов, идущий к соленоиду, чтобы увидеть, мигает ли контрольная лампа, указывая на прерывистое соединение. Убедитесь, что все механические устройства подключены и работают также, убедитесь в том, что при работе в вакууме в соленоиде контроля наддува, давления наддува присутствует достаточный вакуум, если нет, найдите источник засорения или утечки для вакуума. Если все тесты пройдены до сих пор, и вы продолжаете получать код P0244, это, скорее всего, будет указывать на неисправный соленоид управления перепускной заслонкой, давлением наддува, хотя неисправный PSM не может быть исключен, пока соленоид не будет заменен если вы не уверены, обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту по диагностике автомобилей, PSM должны быть запрограммированы или откалиброваны для автомобиля для правильной установки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...